К нашему эфиру присоединяется военный эксперт, майор запаса ВСУ, Алексей Гетьман. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня говорим о последствиях вчерашнего обстрела, массового обстрела Украины, в частности Киева. С этого предлагаю начать. Вчера утром по Киеву был нанесен удар новой ракетой «Циркон». Об этом сообщает издание «Дефенс Экспресс». Это противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, которая якобы находится на этапе разработки только. Но получается, что Россия уже испытывает ее в Украине? Возможно, они используют нашу войну как полигон для испробования своего нового оружия. Но ракета «Циркон», про нее много разговоров о том, что это ракета-гибрид кинжала и оникса, что она какая-то неизбиваемая. Они любят рассказывать сказки, как они рассказывали про кинжал, что эта ракета не может быть уничтожена никакими современными, даже перспективными связствами ППО. То же самое они рассказывают про «Циркон». Что это за ракета? Она готовилась как противокорабельная ракета. На ней нет точных данных по дальности полета. Есть информация, что она может летать 400, 600 или 1000 километров. Скорость у нее, они анонсируют 9 махов. Это приблизительно. Это немножко больше 11 тысяч километров в час или 3 километра в секунду. Чуть больше. Ну и она обладает возможностями борьбы с противовоздух, с силами ППО. ППО, что там есть система защиты, что это чуть ли не по системе стелс сделана ракета. Но судя по тому, что мы анализируем обломки этой ракеты, которая не попала в цель, значит, что она может точно так же уничтожаться нашими средствами ППО. Но скорее всего это был зенитракетный комплекс «Патриот». Ну вот и все, вся ракета, все разговоры. То есть, по сути, это просто обычная пропаганда была насчет мощности этой ракеты? Я хотел сказать, что они не будут анонсировать, что они атаковали именно этой ракетой, потому что у них и так начинается проваливаться возможности продавать вооружение на международном рынке вооружений. Потому что многие страны, особенно страны третьего мира, куда они передают это вооружение, они видят, что оно не соответствует тем техническим характеристикам, которые заявляются. Ну, если по Киеву прилетел Циркон, то для обстрела Харькова вчера Россия использовала ракеты, которые поставлены из КНДР. Их обломки взрывотехники собрали на территории промзоны. И предварительные выводы специалистов, что это именно северокорейские ракеты. Россия уже наладила поставки из Пхеньяна, несмотря на осуждение Совбеза ООН. Думаю, вряд ли. Вряд ли это можно говорить о каких-то массовых поставках. Россиян из Северной Кореи интересуют снаряды, потому что им нужно больше, чем может производить российский военно-промышленный комплекс. И у них уже достаточно скудный запас на складах. У них на начало войны было порядка 15-20 миллионов снарядов в разных количествах. Смотрите, насчет ракеты Северной Кореи. Думать о России нужно... Ну, я начал говорить про количество снарядов. Почему России нужны именно снаряды? У них военно-промышленный комплекс может производить, ну, максимум 2 миллиона, а реально где-то 1,5 миллиона, то есть не 4 тысячи выстрелов в день. Они хотят это поднять до 3 миллионов за счет 2 миллионов, которые россияне будут производить и миллионы, которые можно поставлять Северная Корея. Тогда это поднимется где-то 8-8,5 тысяч выстрелов в сутки. У них было 15-20 миллионов снарядов. 12 миллионов они по нам уже выпустили за почти 2 года войны. То есть осталось 3-8 миллионов. Это, в принципе, им уже не хватает для того, чтобы делать такие обстрелы, как они делают. Поэтому с Северной Кореи идет разговор в основном о снарядах, об этом миллионе, который Киньян может поставлять. Почему России не так нужны эти ракеты? Потому что это ракеты, которые мы нашли обломки в промзоне Харькова, это ракеты малой и средней дальности, то есть они не летают, ну, большое расстояние, как там Х-101 или как Кенжал или как тот самый Циркон. Таких ракет у россиян достаточно. Они используют на такую дальность ракеты, переделанные зенитной ракетой комплекса С-300 и С-400. И с комплекса С-300 ракет у них по разным оценкам от 5 до 7 тысяч. То есть хватает, как говорится, с головой, и вряд ли может какие-то серьезные там тысячи, десятки тысяч янам поставлять. Что там происходит? Ну, можно допустить, что таким образом договорились Москва с Киньяном про то, что эти ракеты будут проверены как на полигоне, на российско-украинской войне, корейские ракеты, для того, чтобы понять, насколько они способны прорывать линию противовоздушной обороны, потому что у нас сейчас работают современные очень неплохие зенитные ракетные комплексы. Вообще считается, что у нас на сегодняшний день противовоздушная оборона лучшая в Европе, а может и во всем мире. Лучше, чем в Израиле, потому что мы всегда все заведели железному куполу, а выясняется, что у нас ППО работает точно что-то не хуже. И поэтому, скорее всего, эти ракеты использовались как полигон для этих ракет, чтобы проверить, насколько они боеспособны прорывать серьезные линии противовоздушной обороны. Не думать про то, что это будет какая-то поставка такая же массовая, как снаряды. Я специально подробно про снаряды рассказал, чтобы было понятно, почему Россия необходима. Скорее всего, ракет таких массово точно не будет. Скорее всего, хотя бы. Надо стоматизировать на 100% что-то во время войны, тем более со стороны России, что они будут делать, достаточно сложно. Алексей, а скажите, а для этих северокорейских ракет нужны северокорейские установки или подходят и российские? Да. Спасибо. Знаете, как говорится, спасибо за вопрос. Это очень важно. Вы подняли важную тему. Она связана сразу же с ракетами «Зульфикар» и «Фотекс», которые из Ирана могли бы быть переданы Российской Федерации, но не передаются как раз потому, что есть большая проблема с пусковыми установками. Там специальные пусковые установки нельзя. Просто так салютом на землю поставил, по полиуфитиле она полетела. Так она не работает. Вот поэтому не передается из Ирана, а не потому, что там какие-то другие опасения. Они все придумали, нету столько пусковых установок. И точно так же, для того, чтобы запускать северокорейские ракеты, ну, по крайней мере, прямо сейчас необходимо северокорейские пусковые установки. Дальше они могут сделать гибриды, в принципе. Они могут их адаптировать, россияне, для пуска с их не пускового установок. Как мы адаптировали занитаракетные комплексы, шутка называют «Франкенштейн», то есть когда Буковский занитаракетный комплекс, еще советского производства, запускают ракеты уже не советские, а СИСПРУ, американские ракеты, которые туда подходят по размерам геометрическим, а по программам обеспечения, ну, надо было их, немножечко, так говорят, подшамани, чтобы они управлялись с радиоактивной станции занитаракетного комплекса БУК. Ну, как мы видим, если они уже применяются на поле БУК, то этот вопрос был решен, и мы это, кем мы используем, это даст нам возможность значительно усилить наше ПУ, по крайней мере, на маленьких и средних расстояниях. Точно так же возможно, россияне, если будут использовать эти ракеты, как и опять же, ну, вряд ли, они не надо, но у них у них достаточно много. Ну, в принципе, такую платформу для запуска можно сделать, но это нужно время, и я уверен, что те ракеты, которые запускались по нам, ну, вряд ли бы россияне успели так быстро это все сделать, и запускались они, ну, точно, что с северокорейских платформ. Я думаю, там их не было. Я думаю, это все-таки, так сказать, идет эксперимент тестирования. Вряд ли это оружие, которое нужно принести к этой ракете. Это эксперимент. Еще одна тема, о которой хотим поговорить, это экономия снарядов. В Белом доме заявляют, что знают, как украинские военные тщательно вынуждены распределять свои боеприпасы, которые заканчиваются, а россияне пытаются этим воспользоваться усиленно атакуя украинские позиции и мирные города. Об этом, в частности, говорит координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби. К чему приводит вот такое длительное отсутствие новых траншей военной помощи, в частности, то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, когда они не могут принять законопроект о военной помощи Украине? Вы знаете, это обратная сторона медали под названием демократия. Демократические процедуры, они законны, они не зворотни украинскую, но для того, чтобы они происходили, необходимо принимать соответствующие законы, соответствующие решения на том уровне, где должны решаться эти вопросы. И сейчас, даже понимая, насколько у нас опасная ситуация со снарядами, это прекрасно понимает президент Байден, это прекрасно понимает большая часть конгрессменов, сенаторов, но они не могут, не приняв соответствующие решения в парламенте, скажем так, у Украины, не могут они начать поставку этих снарядов без соответствующего решения. Ну, то есть, кажется, идет война, но при чем здесь мексиканская граница? Ну, как-то не совсем понятно, почему они так делают, но, видите, с обратной стороны, демократические государства в том, что они должны действовать строго по закону. В Северной Карелии, в России или в Иране, им было бы все равно. Сказал бы там самый главный начальник, президент, я не хочу сказать, Путина, это среднее между царем, диктатором и непонятно чем. И там бы все это быстро решилось. Но, с другой стороны, прогрессивные демократические страны, они всегда побеждали. Тоталитарные, по опыту всех войн, которые происходили. Что это дает, ну, мы уверен в то, что, хотя идут сигналы не очень, но для нас радостное. В Сенате решение по выделению нам помощи перенесено. Будет, видимо, переголосование, или, ну, тоже, пусть еще политический экспертер расскажет, насколько там сложная политическая ситуация, почему эти решения не принимаются. Но, на сегодняшний день, нехватка снарядов вынуждает нашу артиллерию делать выборочные атаки на позиции врага. То есть нам надо для того, чтобы, например, остановить наступательные действия логички, нанести, ну, там, 5-6 артиллерийских ударов по наступающему уровню. А мы можем нанести один-два. И нам надо выбирать, где же все-таки наиболее рациональность будет артиллерия. Это крайне неудачная для нас ситуация. И если мы уже очень сильно экономим снаряды, если дальше не будет этих подставок, мы можем остаться практически... Ну, без снарядов совсем не останемся. Но если сейчас мы делаем, там, не больше двух тысяч выстрелов, если это сопротивляется до 1 тысячи или до 500 выстрелов за сутки по всей полтора тысячи линиям фронта, по всей линии фронта, по полтора тысячи, то, ну, знаете, нам будет крайне сложно отбивать атаки врага. Потому что мы знаем, что... Ну, мы говорим часто, что война от Рома, война там, технология, но это, в принципе, это она. На сегодняшний день, с ним ущерб, а врагу можно нанести артиллерию. Без артиллерии одними тронами мы не сможем, в основном, в игровой решить те задачи, которые мы должны решать на поле боя нашего войны. Поэтому ситуация критическая, но не катастрофическая. А если будут тянуть и дальше наши партнеры, как Европа, так и СССР, то катастрофическая ситуация может превратиться в катастрофическую. Но, к сожалению, наш военно-промышленный комплекс, по крайней мере, пока не может обеспечить нас тем количеством снарядов, которые нам необходимы, и поэтому мы, к сожалению, зависимы от наших союзников, не союзников, а просто партнеров. Ну, хочется верить в том, что здравый смысл возьмать вверх соединенных штабов перед Европой, и мы сможем получить то количество снарядов, которые нам необходимы для того, чтобы останавливать наскорение ворота. Тут пока даже не идет разговор о каких-то наших серьезных контрнаступательных действиях. Пока мы говорим о том, что нам надо останавливать ворота, и нам нужна артиллерия. Мы снаряды для артиллерии. Вы вспомнили сейчас об Авдеевке, и Кирби также выразил мнение, что россияне намерены использовать вот такую ситуацию и постараться захватить Авдеевку, чтобы потом использовать ее в своих логистических целях и проводить операции в целом во всем регионе Донбасса. Но действительно ли Авдеевка имеет настолько большое стратегическое значение? Нет. Большого стратегического значения она не имеет. Это тактическое значение. Об этом писал институт исследования войны американский. Об этом говорила британская разведка, что если нам придется отступить с этого населенного пункта, то это будет стратегический успех россиян, но не стратегический. Существенных изменений на усилении фронта на Восточном фронте, который мы называем от Купенского углугара, существенных изменений не произойдет. Хотя нам придется отступать не на 2-3 км, а на 15-20, потому что мы все знаем, что Авдеевка – это господствующая высота, и если мы от нее отходим, то мы уходим в низину. Ну, это очевидно. Если там господствующие, то вокруг нее не господствующая низина. А держать оборону в низине – это неудачное решение. Никто, так и в своем случае делать не будет. Нам надо уходить на следующие более-менее нормальные высоты. Это уже 15-20 км на запад. По-другому не получится, потому что, еще раз, в низине никто не будет пытаться построить оборону. Пока мы еще контролируем дорогу Р-0505, по которой мы можем подвозить все, что необходимо нашему гарнизону для ведения боевых действий, то пока мы там можем дышать оборону. Но если еще это, они россияне перекроют, то мы получим все в условном окружении. И других вариантов, кроме как дать приказ по отверду войск, иначе тогда было полное окружение. Это недопустимо. Но при этом есть заявление, что и у россиян на фронте не все хорошо. В этом уверен, например, экс-глава Генштаба Российской Федерации Юрий Балуевский. Он заявил о провале в Украине российской артиллерии, танков, авиации. Говорит, дескать, рекордная в истории страны госпрограмма вооружений, которая стоила бюджету 20 триллионов рублей за 10 лет, оказалась бессильно ликвидировать отставание российского оружия от западного. Насколько его слова соответствуют действительности? И будет ли Россия пытаться в кратчайшие сроки как-то модернизировать свое вооружение, чтобы на равных попытаться противостоять западному? Модернизировать нет. Она может только пытаться добиться какого-то преимущества за счет количества. Резко изменить качество своего вооружения, это даже теоретически невозможно. Надо строить новые заводы, новые технологические линии. Но это не первый человек, который говорит о том, что они проигрывают контр-батарейную борьбу. Помните, был такой генерал Панкопов, да, еще где-то полгода назад он рассказывал, жаловался Шигу и Герасимову, что они проигрывают контр-батарейную борьбу. Войну с нашей артиллерией, ну, его за это отправили куда-то в ссылку. Непонятно, куда они убрали вас с командной позиции. Действительно, они несут катастрофические для любой армии потери. Но только на авгейском направлении с 10 октября прошлого года, когда начались активные наступательные действия, они понесли потери в живой силе больше, чем потерял Советский Союз в войне в Афганистане. За 10 лет Советский Союз потерял при войне в Афганистане 14,5 тысяч военнослужащих. На армииевском направлении Россия потеряла уже 17 тысяч. На сегодня, я думаю, что эта цифра еще увеличилась. Вчера-позавчера были даны порядка 17 тысяч. В принципе, непонятно, зачем они это делают с военной точки зрения. Но если сюда подключить политическую составляющую, что до 15-17 марта, когда будут выборы на голосование уже Российской Федерации за президента Путина, то для того, чтобы показать какие-то успехи на поле боя перед выборами, они будут кидать неужелищие людей на Альгиевку, на Купинское направление. У них 22 стратегических цели. Альгиев и Купинский, может быть, сейчас они немножко усилили наступательные действия на часы вверх из Бухмутского направления. Вот это их задача. За любой ценой добиться каких-то, хоть каких-то побед на линии фронта, для того, чтобы это показывать уже по низким каналам, как что-то такое, просто чуть ли не победу над всем блоком НАТО. Ну, как они любят рассказы. Так, мы ожидаем и дальше тяжелые бои на этих трех направлениях. Вы знаете, когда спрашивают, где наиболее серьезные бои идут, ну, очень тяжело определить, какой бой серьезный, какой бой менее серьезный. Ну, если атакуют по всей линии фронта, ну, сказать, что на каком-то, ну, например, туда, куда приезжал президент Зелезкин, в работе, наверное, там меньше интенсивность боев, что там легче воевать, но оно не легче. Ну, там и там. И так, и так тяжело. Поэтому, знаете, не очень как-то ребятам, которые на фронте, приятно слышат, когда они весь время ходовыми могут послушать новость о том, что на каком-то участке серьезные бои, а на другом какие-то несерьезные. Ну, это объектные люди, мы говорим, здравствуйте, дорогие. Мы, ну, как воевали, что она прилетает по-другому, чем по нашим, по-другому, за 50-100 километров. Ну, поэтому, как-то надо очень аккуратно, это не обижать наших союзовщиков. Да, ну и для того, чтобы сдерживать, конечно, эти мощные наступления, обязательно нужно иметь помощь западных партнеров. Я думаю, они тоже вскоре это поймут и как можно скорее передадут эту помощь. Хочу еще поговорить о взрыве, который произошел вчера в России, в Удмуртии, там на заводе, который выпускает баллистические ракеты и некоторые компоненты ядерного оружия. Произошла детонация, начался сильный пожар. И пропагандисты, в частности, издания ТАСС, написали, что взрыв произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Но есть подозрение, что, возможно, это не по плану. Все случилось, и такой случай не первый в России. Может ли страна действительно претендовать на статус сильнейший по вооружению, если вот не в силах обезопасить собственные заводы по производству оружия? Ну, смотрите, там, где производятся ракетные двигатели, там же и проводятся испытания ракетных двигателей. Это нормальная ситуация. И вполне возможно, что это мог быть взрыв какого-то нового ракетного двигателя, который испытывали. Ну, при испытании, естественно, бывают взрывы. Но, судя по всему, это неправда. Потому что им надо было как-то оправдать вот эту ситуацию. Ну, что там горит, и что-то горит сильно. Думаю, что это, ну, вряд ли это были, конечно, наши дальнобойные бесплатные летательные аппараты. Возможно, это была работа диверсионных групп. Ну, мы же помним по Байкал-Амурской магистрали, как было сработано. Возможно, что было сработано и так. Потому что, ну, ракетные двигатели при испытании, ну, знаете, теоретически можно допустить, что при испытании ракетный двигатель взорвался. Но взрывается ракета уже когда она может полететь неудачно, когда она стартует. Во время испытаний там, ну, не создаются условия, которые могут привести к взрыву. Ну, это, ну, знаете, говорить на 100%, что это была работа наших диверсантов, нельзя. Потому что 1%, что действительно могла произойти авария при испытании ракетного двигателя. Ну, это очень маленькая вероятность. Это очень похоже на брюкну. Тем более так оно бы не взорвалось. Там совсем по-другому это бы все выглядело. Ну, а по поводу ядерного, ядерные компоненты, ну, вы знаете, те предприятия, которые делают ракетные двигатели, они не связаны с ядерными зарядами. Тут немножко надо быть аккуратным, чтобы не напугать людей тем, что произошла авария, хоть и далеко, а произошла авария с возможным выбросом радиации или, возможно, над какими-то там авариями непосредственно с ядерным оружием. Это ракетные, ну, это часть ракеты, ракетные двигатели, часть ракеты, которая несет ядерный заряд. Поэтому можно говорить о том, что эта ракета связана с ядерным оружием. Но ядерные заряды в Ижаске точно не изготавливаются и не сберегаются. Но никто не будет сохранять в одном месте ракетные двигатели и ядерные заряды. Тем более, если есть вероятность того, что ракетные двигатели могут взорваться. Вы знаете, даже когда их привозят ракеты, ну, например, те самые «Калибры» привозили в Крым с Российской Федерации, то боевая часть, даже не ядерная, везлась отдельно. Потому что, когда везется просто корпус ракеты, там сразу, если везти боевую-боевую часть, то с любой детонацией она может детонировать и все там повзрывается. Даже не ядерные боевые части везутся отдельно от ракет, когда они транспортируются, ну, вместо дальнейшего пуска. Поэтому она связана, эти ракетные двигатели, и жест, с ядерными триадами российской, только потому, что это ракета, которая может нести ядерный заряд. Там нет ничего ядерного, и тут тоже надо быть еще неосторожным, чтобы не запутать людей, которые могут смотреть ваш канал. Ну, естественно, нам нужно было развеять эти мифы на пропагандистских российских СМИ. Еще хочу поговорить о интересной находке, на которой написали журналисты. Российский гидроакустический сонар, который предназначен для того, чтобы обнаруживать подводные лодки, нашли на Куршской косе в Литве. На выходных это случилось. Как вы думаете, он случайно туда заплыл? Как это снова-таки могут сказать в России, что, мол, волнами занесло? Или вряд ли такое возможно? Ну, вы знаете, дело в том, что любая информация, которая идет со стороны Российской Федерации, особенно во время войны, ну, ей так доверять не стоит. А во время войны это еще может быть и так называемый туман войны. Поэтому, ну, знаете, вот давайте полшага в сторону. Вот почему наш генеральный штаб, когда дает сведения о событиях, которые произошли на поле боя или вообще в мире, дается некоторая задержка на день, на два, бывает, ну, чаще на несколько часов, хотя это уже попадает какая-то информация в средства массовой информации, простудист-дактология. Потому что, когда мы даем официальную информацию, в отличие от россиян, за нами смотрят весь цивилизованный мир, и мы не можем себе позволить, ну, говорить какую-то обратную, когда мы говорим о событиях, которые уже произошли. Поэтому, когда будет официальное сообщение о том, что там произошло и как, тогда мы можем на них опираться уже и анализировать это будет нам пища для того, чтобы нужно было, ну, для анализа и для обговоривания, обговоривания россии и украинской мовы. Для обсуждения, да. Ну, я имею в виду, что вполне возможно, что россияне проводят подводную разведку, чтобы выявить, возможно, в Балтийском море подводные корабли у берегов Балтии. Вы знаете, я почему-то, ну, я не специалист по подводному флоту, так точно, но мне по счету кажется, что российская техника вряд ли может соревноваться с западной техникой, и вряд ли такие сценарии могут вычислить нахождение подводной лодки, потому что там есть система защиты, есть, вы знаете, можем идти достаточно глубоко в то, как работает гидроакустика, как можно найти подводную лодку, чем это отличается, например, от обнаружения воздушной цели, подводной цели. Для этого есть система обнаружения и система защиты от обнаружения. Если подводная лодка, например, не двигается и стоит где-то, особенно если она легла на рун, то никакой гидроакустического кадра я не лей. Ну, то есть, ну, ладно, сейчас идем. Да, это ему посвятим отдельный эфир, да, об обнаружении подводных лодок. Алексей, спасибо вам большое за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Военный эксперт, майор запаса ВСО Алексей Гетман был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.